Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Мы с вами довольно долго разговаривали о всевозможных нюансах ухода за геранью. Ссылки на все эти видео вы найдете в описании. А сегодня я хочу рассказать вам о приметах и суевериях, которые существуют по поводу этого цветка. Народные приметы и суеверия касаются самых различных цветов, и герань в этом плане не исключение. Зная о магических и лечебных свойствах данного цветка лишь примерно, многие задаются вопросом, можно ли держать дома герань и какое влияние она будет оказывать на домочадца. К счастью, на этот вопрос можно ответить коротко и утвердительно, поскольку все приметы про герань имеют положительное значение. Но мы рассмотрим магические свойства герани более подробно, каких сфер жизни они касаются и какие проблемы помогают решить. Несколько десятилетий назад держать герань в доме было чрезвычайно популярно. Сегодня эта тенденция пошла на убыль, но только потому, что доступными стали многие другие экзотические цветы. Сама герань и сегодня в моде, однако теперь ей приходится делить популярность с другими комнатными растениями. Вопрос, хорошо или плохо держать дома герань, имеет только позитивные ответы. Исключением является лишь подверженность аллергиям кого-либо из домочадцев. Прежде всего, растение красиво и жизнерадостно цветет в домашних условиях, а уход за ним не вызывает каких-либо трудностей. Герань обладает не только хорошей энергетикой, но и лечебными свойствами. Она убивает микробы в воздухе и служит отличной профилактикой заболеваний. Запах эфирного масла, исходящий от листьев герани, эффективно отпугивает насекомых и устраняет неприятные запахи. А вот на организм и нервную систему человека этот аромат влияет благотворно. Одно присутствие растения рядом с вами помогает при головной боли, бессоннице, перевозбуждении и стрессах. Кроме того, эфирное масло цветка активно используют в медицине для лечения сердечных заболеваний, болезней печени и пищеварительных органов, отитов, зубной боли и т.д. Впрочем, о целительных и лечебных свойствах герани у нас на канале есть отдельное видео, а мы продолжим сегодняшнюю тему. Приметы и суеверия насчет герани часто касаются семейных и любовных отношений. Энергетика цветка помогает поддерживать мир в семье, нейтрализует конфликты, укрепляет семейный очаг, способствует нахождению пары и появлению детей. Однако, магия герани проявляется не только в семье, она защищает от споров и негатива в коллективе, гармонизирует отношения взрослых и детей, налаживает процесс обучения и совместной работы. Согласно приметам, герань в доме или офисе помогает достичь денежного благополучия, активизировать финансовые потоки и нейтрализовать плохие энергии, связанные с деньгами. Если данный цветок просто растет в доме или квартире, он уже помогает создавать благоприятную атмосферу, необходимую для материального достатка. Однако, для усиления его магического воздействия, можно применять небольшие ритуальчики. Так, например, в кошельке можно носить засушенный цветок или листочек растения. Эфирные масла можно добавлять в воду при уборке квартирой или использовать в ароволампах. Издавна розовые цветы герани символизируют влюбленность, романтические отношения, счастливое замужество или женитьбу. Розовый цветок стоит посадить дома в зоне любви, и если хотите найти себе пару или добавить романтики в уже существующие отношения. Кроме того, комнатная герань розового цвета станет отличным талисманом любви, оберегающим от недоброжелательного вмешательства, в том числе и магического. Также розовые цветы считаются символом творчества. Они приносят вдохновение и помогают раскрыть творческие способности, что особенно важно для начинающих художников, писателей, композиторов и так далее. Белую герань приметы чаще всего связывают с возможностью забеременеть. Символическое ее значение – это чистота, невинность и юность. Пары, которые хотят завести детей, должны разместить в доме белую герань, желательно в спальне, поближе к кровати. Энергетика цветка поможет приблизить зачатие, а кроме того, улучшит сон и укрепит нервную систему. Приметы о красной герани связаны со счастливыми отношениями в супружестве. Этот цветок обладает свойством гармонизировать отношения в семье, охранять от ссор и скандалов. Также данное растение в доме станет оберегом от измен и всяческих приворотов. Женщинам красный цветок поможет сохранить красоту, молодость, жизнерадостное настроение и цветущий вид. Фиолетовая герань связана с дружбой и взаимным уважением. Она не только усилит дружеские чувства в семье, но и укрепит родственные отношения. Держать фиолетовую герань дома по приметам означает иметь много друзей, гостей и задушевного общения. Если она буйно зацвела, можно ожидать новые приятные знакомства. Этот цветок пригодится не только дома, но и в учебном классе. Он укрепит дружбу между детьми и взаимопонимание с учителем. И несколько полезных рекомендаций. Если вы не знаете, где ставить герань, воспользуйтесь наукой фэншуй, которая разграничивает жилища на зоны, согласно различным сферам жизни. Данный цветок идеально впишется в зону любви, зону детей и зону богатства. Все виды данного растения одинаково положительно влияют на благосостояние человека. Сочетать их между собой можно любым способом, а лучшими соседями им станут азалия и шлюмбергера, создадут красивую композицию и усилят магические свойства. Розовый, белый и фиолетовый цветок можно расположить в любом месте квартиры, а вот красный должен быть хорошо виден из окна. Так он наиболее эффективно защитит обитателей жилища от посланного негатива, порчи, склаза, рассорки или приворота. Зачем еще нужна комнатная герань? Она может пригодиться при внезапной головной боли или ушной боли. Листик растения нужно тщательно измельчить, после чего положить себе в ухо, с той стороны, где болит. Известно о положительном влиянии данного цветка на нервную систему человека. Если нервная болезнь имеет инфекционное происхождение, от страдающего ею человека можно заразиться. Чтобы этого не случилось, в центре комнаты, где находится больной, советуют размешать горшок с геранью. Ну вот и все у нас на сегодня. Помните, что задать вопрос или выразить свое мнение, вы можете в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Подписывайтесь на канал, если вдруг вы еще этого не сделали, и вы всегда и все будете знать о своих зеленых комнатных любимцах. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока!